Вы зашли подразнить украинцев? Да нет, а что дразнить? Вот скажи, что дразнить там? Уж даже неинтересно. Их можно только пожалеть. Ну это естественно неинтересно, но... А, вы пожалеть их? Да и пожалеть я их тоже не вижу смысла. На что скакали, туда и прискакали. Интересно пообщаться с украинцами в эмиграции. А в эмиграции? Ну, я, так скажем, из бывшей Украины. Из бывшей Украины. Донецкая, Херсонская или какая область? Нет, нет, нет. Крым. А, Крым, ну... Замечательные места. Обожаю Крым. Да, Крым по-своему хороший. Сейчас еще лучше стал. Да, сейчас там вообще грандиозные изменения. Вообще, молодцы, красавцы. Потому что при Украине он просто подыхал, этот Крым. Жалко было на него смотреть. Да ты и не говори. Я туда каждый год ездил. Я просто видел, как меняется, как развалится. Гигантская дыра, допустим, в Семизе на пляже была. Все разрушалось. Ну да. Все уходило в море. К нам, когда приезжали люди, говорили к вам, приезжаем, как будто в 90-е годы попадаем. Вот такое было у нас. Сейчас, конечно, прям глаз радуется. Не, ну там и с криминальностью вопросы решили и прочее. Ну да, ну как, криминальность, она, как говорится, не то, что она прям была на виду, когда вот до прихода России. Но коррупция конкретно существовала. Конкретно. Своя мафия. Все свои вот эти кум, сват, вот это все. Вот это просто уже надоело. Ну да, сжечь можжевеловый заповедник, чтобы там потом дома построить. И это я видел. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Есть такое, есть, есть. Ну, слава богу, что это все закончилось. Слава богу. Ну там свои, конечно, сейчас нюансы тоже происходят. Сейчас вон фуникулер закрыли. Все не могут разобраться. Фуникулер, это что такое? Ну, это который на Ай-Петре шел. Не пойму. На Ай-Петре подъемник. А, который канатка вы имеете? Ну, канатка, канатка. Ну да, я просто привык к фуникулерам называть это. А, да, 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 да. Ну да, ее там закрыли, да. Да, я слышал. Закрыли. Ну там поговаривают, что там немножко с Грефом это связано. Ну так до конца сейчас не знаю, с той. Вот. Ой, я не знаю. Вы знаете, когда вот входили в Россию, там же были захваты на этом, как его, на горе, на Ипетре. Там же были захваты этой земли. Там же татары понастроили. Ну ты имеешь в виду бивочки вокруг фуникулера, да, я помню. Но их потом быстро убрали оттуда. Их уже, по-моему, в 18-м году уже не было. Не, я имею в виду, я имею в виду, я имею в виду Ай-Петре, где построили рестораны, бары, первым чем занялись, это вот ими. Начали их разваливать рестораны, гостиницы начали разваливать на Ипетре. Очистили Ай-Петре, молодцы. Потому что был полный там захват татарами на той горе. Ну это я все видел. Я видел, как их оттуда убирали и прочее. Просто каждый свой приезд обязательно на Ай-Петре заезжал, там по пещерам лазил. Да, 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 да. Да, теперь там смотровая площадка, все. Ну да, 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 ее уже все почистили. Но с другой стороны стал минус, перекусить негде. Ну да, ну слушайте, есть свои минусы, есть свои плюсы в любом случае. Ну я думаю, там сейчас нормально турктический кластер сделают, и все будет в порядке. Конечно, конечно, да, я тоже так думал. Все будет нормально. Ну я как-то больше Тарханкут предпочитал там по подводному музею понырять, музею якорей. Да, да, да. Есть, есть. Есть, есть такой, да, да. Да, да. Ну я там живу недалеко, поэтому ее знаю, да. А где живешь? А, Евпатыр, ну я понял, да, там. Евпатория? Поповка дальше пошла, где Казантик проводили. Поповка, да, да. Да, 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 да. Да, ну хоть этот гадючник убрали, а то, блядь. Слава богу, что он переехал, блядь. Поповка, переехал. Его же уже все... Его закрыли, я на нем отрабатывал полтора года. И гадючник такой, вообще хана. Там наркотики, я не знаю, там в одной стороне менты стоят, в другой стороне торгуют наркотиками. Это вообще хана было. Я же говорю, своя мафия была. Тяжело было, короче, с этим всем смотреть на это все. Наркоты, конечно, было, экстази, вот эта вся фигня. Антифетамин, блядь, героин, блядь. Все там продавал. И менты об этом, что самое интересное, менты об этом знали. И они получали свою долю от этого. Ну, там, да, там вообще такой... Туда в коту принимать со всей Европы приезжали, я помню. Из Польши. Да, да, да. Там даже в этой всей торговле даже таксисты были замешаны. Вот садись, а сразу же тут же тебе начинают с легкого наркотика предлагают траву. Говорят, даже подсказывают, где можно купить. И уже начиная, если там пошел тяжелым наркотиком, это уже все. Это, конечно, ужас был. У меня у знакомого с Киева приехала девушка, ну, как его любовница. А он мне позвонил, говорит, слушай, ты ее встреть, устрои в квартиру ей, найди. Я ей нашел все. Он говорит, послушай, свози ее на Казантип, покажи ей Казантип. Я ее свозил. Она все время ездила по Египтам, там Турция, вот такое вот ездила. Дорвалась до Казантипа, привез ей, показал. Потом проходит где-то дня 4, он мне звонит в кипише весь такой, говорит, слушай, говорит, где-то пропала, не могу ее, бля, не вызвонить, ни хрена. Говорит, найди ее, где она есть, блядь. Я говорю, слушай, Слава, я говорю, да где мне ее искать? Он говорит, слушай, наверное, на Казантипе, блядь. Вот просто пропала уже неделю, ее не могу найти, и все. Я на Казантип туда, я как раз уже не работал там, знакомые-то пооставались, приехал, ребятам сказал, он говорит, ну давай ее поищем. Я ее искал на Казантипе, наверное, часа 3, я ее нашел, ближе к рассвету, она лежала на каком-то топчине, блядь, видимо, походу, или ее трахнули, или что, но она в таком экстазе была, блядь, и вся в наркотиках опичканная. Что я ее домой привез, я ее в ванную, я ее налил воды, я ее в воде, вот в холодной воде, я ее откачивал, наверное, где-то часа полтора. Через полтора часа она пришла немного более-менее в себя, я позвонил Славику, говорю, на, держи свою эту, блядь. Он говорит, блядь, купи ей билет, отправь ее назад в Киев, все, блядь, говорит, никакого ей больше ни Крыма, ни Казантипа, никто не надо. Вот так вот девка дорвалась, никогда не была на Казантипе, она дорвалась. Ну, там, да, там, нахкота, говорят, рука вылилась. Да, да, так она вообще без лифчиков, без трусов была, вообще без ничего, блядь, в одном только платье, блядь, все. Я, блядь, в шоке был, говорю, еб твою мать, вот это, блядь, да, приехала девка, дорвалась, блядь. Дело в том, что она ей ничего и не помнит, нам, вообще ничего не помнит. Видимо, ее так пить, у нас, знаете, часто умирали от этого, у нас добавляли этот, блин, как-то капли эти называются, добавляли, и передоз происходил, и люди умирали. А добавляли для того, чтобы человек заснул. И снимали с ним золото, там, все, чтобы было там. А, клофелин в алкоголе. Да, да, во, 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 клофелин, клофелин, да, да, да. И у нас очень часто от этого передозы шли, люди умирали, видимо, перебор делали, вот эти, скажем так, которые занимались этим воровством. И до хрена, вот прям, я знаю, на курсзале в Евпатории, прям на пляже, вот на центральном, где этот памятник, где Зевс сидит, прям возле него, прям, нашли две девушки, полностью мертвые, обобранные, блядь. Видимо, вот как вот купались, а там лежали, им клофелин подлили, так они вот остались, и все. Ну, лежат и лежат там, мало ли что лежат. Люди никогда не подходили. А когда уже утром кинулись, они уже холодные, мертвые, уже все. Уже нихрена там на них нету. Видно, что цепи с них сняли, там все поснимали, браслет, и все. Клофелинам, конечно, да, промышленно у нас очень хорошо. Да, да, да. Ну, Поклонск, она, по-моему, сразу же, как стала прокурором Крыма, сразу же этот гадюшник прихлопнула. Они его прихлопнули, да, вот как только мы вошли, они его прихлопнули, Крым смотался, они где-то в Грузию туда смотались. А грузины там начали выступать, там что-то там, я не знаю, а потом их вообще затушили, тех грузинов, они забастовки эти убрали, да и все. Ну, да, 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 там оно убрали-то. Ну, вот, видишь, Крым и от этого говна очистился. Очистился, очистился, потому что я не от того, что прям там, но я рад, что оно очистило, потому что я видел своими глазами, что происходило и что творилось с Крымом. Да и в целом люди туда приезжали, не только туда приезжали и поляки, и немцы приезжали, и россиян, сколько было людей страдало, их обдирали там, я не знаю, как лапку какую-то, лакомый кусок. Вот приезжали, особенно россияне, там же в основном Казантип составлял, россияне же составляли этот Казантип. За счет этого они и в Крыму и жили-то всегда люди. То, что приезжали люди с России, и люди всегда с России приезжали денежные. Поэтому за счет этого они и открыли этот Казантип. А сейчас, кстати, что в Поповке? В Поповке на место этого Казантипа там сейчас музей сделали. Музей. Сделали музей, и там, а сейчас сделали пляж, там сейчас сделали, знаете, вот эти серфинги на парашютах, вот эти серфинги. Кайтинг. Кайт. Да, кайтинг. Вот очень, да, очень массово людей едут туда, которые вот этим занимаются. Там же идет пляж, коса такая, и там всегда роза ветров, там всегда ветра были. Даже если где-то в Юпатории тихо там, там вот именно на этой косе всегда ветер. И там роза ветров встречались, и там сильные ветра. И вот туда людей очень много едут, занимаются этим видом спорта. Вот они специально едут из-за этого. Они приезжают трейлерами, там палатками, я не знаю. И прямо она в Поповку. Там по две, по три. Потому что я помню, в Леневку ехали. Оленевка, Поповка, вот они сейчас заселяют тут вид спорта. Очень много приезжают, знаете, есть у нас коса, туда идет за Оленевку, туда идет, ее называют еще Мальдивы. Это северная? Потому что там голубая такая. Ну туда, за Оленевку, она коса идет, там природа там заповедником, она с заповедником. А, вот на северную, северная часть, да, ты имеешь в виду, к северу? Да, да, да. Там где еще труба идет газовая. Да, в север туда. Да, да, да. И там идет заповедник, там вода такая чистая, там ее называют еще, я же говорю, она голубая-голубая, такая чистая. И там много очень дельфинов. А там сейчас разве работает, потому что дайвинг там запретили, вот в этой части. На севере запретили дайвинг с событиями. Вообще там дайвинга нету, там сделали для людей, для семейных, которые приезжают вот на этих дом на колесах, которые машины, дом на колесах, для них сделали там площадки и разрешили там ночевать. Люди приезжают чисто отдохнуть на природе, с природой прям. Потому что у меня товарищ ездил, говорит, палатку ставил, тут даже есть птицы, нельзя прям в песке. И нельзя их не трогать, ничего. Ну, чисто с природой отдыхаешь. И там сделали, чтобы мусор куда выкидывать, там мусорки специально, там машина приезжает, очищает. Ну, ты, короче, уезжаешь от всех подальше, отдыхаешь с природой. И отдохнул, и уехал, и все. Просто вода очень чистая, прозрачная, дельфинов очень много. Ну, и хочешь, если побыть наедине с природой, отдохнуть, вот сделали для людей такое, чтобы люди могли отдохнуть и побыть наедине с природой. Все. Насладиться бризом, воздухом, морем, вот такое. Вот. А по поводу того, что нырять на Тарханкуте, вы сказали, да, там есть. Там есть еще чаша любви, чаша любви. И там сделали под водой, как типа мини-город такой. И там ныряешь. Ну, это музей подводный. Да, да, да. Я там с аквалангом все облазил. Ныряешь, плаваешь. Да, да, да. Там недавно вот товарищ, как товарищ, где у меня родители живут, поселок городского типа. Вот так он оттуда где-то, он в милиции работал и тоже занимался дайвингом и умер. Видимо, то ли неправильно всплывал, то ли что, я не знаю, что случилось. Вот пацан умер, 33 года. Уже всплыл. Вернее, он не всплыл, за ним нырнули, а он уже мертв. Уже там, я не знаю, что там случилось. Я не ныряю, я никогда не нырял с баллонами, не могу сказать, может что-то с кислородом. Может резко поднялся, я не знаю. Ну это редкий случай, но да, такой бывает. Почему он один оказался? Потому что всегда ходят минимум по двое. Их было 4 человека в группе, 3 человека поднялось, а вот он не поднялся. Они уже когда увидели, что он не поднялся, начнули за ним, а у него уже не было ни пульса, ничего. Может что-то с сердцем под водой, я не знаю. Не буду врать, я там не был. Я только знаю, вот его похоронили 3 недели или сколько там назад. Печальное событие, конечно. Да, да, да. Ну риск присутствует, скажешь. Риск, да, да. Тем более он в милиции работал, как бы, говорят, занимался. Это как его увлечение было спорта такое, скажем так. Ему нравилось нырять, он постоянно, как только лето, он постоянно каждый раз ездил. Поружались они на глубины. Но у него ковида не было? Вот. Ой, я даже не знаю, вы знаете, я даже не знаю. Не буду врать. Потому что было ряд последствий после ковида у людей, проблемы с сосудами. Мог попасть на вот эту ситуацию? Возможно, но я не знаю, не буду даже врать, не знаю. Да, это все печально. А сейчас я смотрю, ты в Милане? Да, да. Сейчас да, я в Милане, да. Как занесло-то? Я живу 20 лет. А, понятно. Ты то в Крыму то есть? А 20 лет я живу. Да, еще при Украине уехал, потому что там ни работы толком, ничего не было. Сейчас-то езжу в Крыму хорошо. Как бы, родители говорят, давай возвращайся уже. Как бы, уже более-менее стало стабильно все. Говорит, что ты там будешь делать? Ну, уже, как бы, знаете, работаю, хочется доработать до пенни и уехать отсюда. Потому что уже столько лет проработал, с 20 лет. И, как бы, не хочется это все бросать. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим. Кстати, а как себя беженцы ведут в Милане? Вы знаете, раньше они вели себя, скажем так, они приезжали, чисто жили на пособие и все. Когда начали в Италии... Италия первая, которая поняла, что нужно их заставлять работать, и чтобы они платили за свое жилье. А они приехали и им повыдавали жилье. Люди там даже свое жилье им повыдавали. У кого-то дома были закрыты. Они повыдавали им. Они там понагадили. Ну, и в конце концов, вот позапрошлом году Италия уже зимой начала, вернее, весной, позапрошлом году, весной и летом уже начала говорить, что либо снимайте жилье свое, либо идите работайте и находите себе жилье. И многие, которые получали пособие по 1000 евро, они смотались отсюда, потому что никто из них работать не хотел, абсолютно. Многие отсюда уехали. Их было много, но сейчас их вообще практически не видно. Остались те, которые остались здесь. И остались и найти их, кто еще. Остались те, у кого родители здесь работали. Там бабушки, а может мамы. Вот они поприезжали к ним, остались и тоже работают здесь все. А остальные те, которые не хотели, они смотались либо в Польшу, либо назад в Украину. Ну, скажу так, с плагами здесь... Да-да-да, говорите. Так кто же там активно гадит? Вот с кем не поговоришь, с Германией, с Чехией, там везде они умудрялись гадить, куда их пускали пожить. То же самое было? То же самое. Я же говорю, их начали выгонять, потому что они начали гадить. Они не платили за свет ничего. Итальянцы со своего кармана платили просто за свет, за все. За то, что они там нажили, налили воды, и тут же в Италии. Они за это все начали платить. Поэтому, естественно, их начали заставлять. Поэтому сейчас их очень мало. И, знаете, их мало. Раньше они с флагами лазили, а сейчас их уже, конечно, нет. Их с флагами уже нет того, что было раньше. Как бы начали за это даже штрафы давать. Потому что в чужом государстве лазить там, кричать что-то с флагами, уже нет этого всего. Абсолютно. Ну вот я сейчас слышал, что в Англии они начали все свои флажки снимать. В Германии тоже все флажки снимают. Да, да, они снимают. А сейчас, знаете, что еще? Сейчас же закон подписал Зеленский. И многие страны, которые согласились выдавать украинцев. И они сейчас вообще даже с балкона флаги поубирали. У них была привычка на балконе вешать флаг. А сейчас даже с балкона поубирали флаги. И притихли, как мыши сидят. Потому что даже боятся сказать что-то на украинском. Потому что если где-то услышат или документы шурушить, если они здесь только недавно, или год, или полтора, их же начнут выселять отсюда. И скажут вам же домой, скажем так, воевать нужно идти. А они боятся. И они сейчас нигде не вылазят, нигде себе не афишируют. Ничего абсолютно. Ну, как у нас называют, мясной контрнастук. Кстати, вот еще вопрос. Сейчас в новостях передали, что в Италии начался миграционный кризис. Что опять это самое, африканцы на лодках поплыли. Насколько это действительно? Да, да, это правда. И это в стороне Бари, где там со стороны, с той стороны они приплывают. Но хотите, я вот вам скажу больше. Я работаю на заводе. На заводе, да. Фабрика работает, скажем так, она употребляет очень много газа, потому что в форне стоят печи. Я вам скажу, Италия на 45-50% зависела от России полностью. И до фабрики этой я работал, делал для американской компании доставки. Ну, не только для американской компании. И в целом для России делал доставки. Доставки это, то бишь, какие заводы с ними работали. Я доставлял их не конверты. И, короче, мы доставляли как Амазон. И отправляли в Россию, короче, вот эти конверты. Курьерская служба. Да, 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 курьерская служба. Я, короче, курьер, да, на итальянском курьеры. Я, короче, когда ездил, есть такие заводы, которые я приезжал. Там даже все было написано на русском. Потому что эти заводы работали с метрологическими заводами России. И полностью привозили продукцию, заготовки. И делали их для России. И многие фабрики, которые, сады, груши, киви, вот эти все фабрики, которые с холодильниками, со всеми, они работали тоже тупо на Россию. Большинство работали на Россию. Потому что я вертово целовал на Россию. И я вам скажу так, что даже по своей фабрике, у меня фабрика была закрыта 3 месяца. Потому что моя фабрика употребляла газа в месяц, допустим, скажем так, на полмиллиона. А в этот раз пришел счет фабрики на 2,5 миллиона за месяц. Потому что газ, газ, скажем так, полностью с России. Свет не идет полностью с России. В Италии поднялся свет, поднялся газ, петролио, газолио. Все поднялось, потому что оно теперь не идет. Оно идет теперь. И сами такие поподнимали, что, допустим, вот газ на сегодняшний день, дизель стоит, если брать на российский, то это стоит 250 рублей. Литр. А такого никогда не было. Ух ты. Слушай, и как простые итальянцы ко всему этому? Они, простые итальянцы, вы знаете, вот сколько я разговаривал, они все понимают, что... Я вам даже больше скажу, я вас удивлю. Простые итальянцы говорят, когда уже Путин этому, блядь, Зеленскому ебанет по самому Киеву. Когда он уже туда ебанет. Просто уже этот Зеленский надоел, блядь, всем. Вот серьезно вам говорю. Это не то, что я там выдумаю, вру. А итальянцы нормальные говорят, что, блин, мы сработали с Россией столько лет, у нас такие заказы были, у нас шмотки, все в Россию уходило. А теперь у нас, говорит, все встало, из-за этих долбанных украинцев. Раньше дело в том, чтобы вы понимали, в Италии не понимали, что такое украинцы. Они знали, что это все Россия. А сейчас, в связи, они поняли, что есть такая, как Украина, и есть Россия. И они поняли, чем отличаются россияне и украинцы. Они говорят, раса Демерда и, блядь, ромпикальоны Украина, ромпикальоны Зеленский, этот клаун, клаун, это значит клоун, морочит нам яйца, блядь. Из-за него все эти проблемы. Мы работали с Россией, работали, и все было хорошо. А теперь вот на простом уровне люди ждут, когда вернется Россия. Вот серьезно говорю. Потому что они понимают, что с Россией было все дешево. Было у них дешевый газ, было дешевое горючее, было дешевое все. А теперь у них все поднялось, и цены растут, а зарплаты-то не увеличиваются, скажем так. Вот и вся у них проблема. Раньше было, вот допустим, я даже по-простому скажу, чашка кофе, капучино и один брешь стоило там, допустим, 2 евро, чтобы выпить, да, 2 евро стоило. А сейчас, чтобы выпить чашку капучино и брешь, это стоит 5 евро. Насколько все выросло? Ну, в два раза получается с лишним. В два раза, да, 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 цена выросла, да. Если яйца, десяток яиц стоило там евро, а сейчас десяток яиц 3,80 стоит. Десяток яиц 3,80 стоит. 3,80 евро. Ну да, там, в птицефабрике большое количество электроэнергии потребляют. Соответственно, сразу это на цене отразилось. Да, они сейчас все переходят на эти панели батареи солнечные. Все переходят. У меня даже парень работал на этой доставке, а потом и работал и электриче, электрик он был. И он переквалифицировался и работает сейчас на эти панели, вот эти панели солнечные устанавливают на крышах. Они все-все-все переходят на эти панели. Все-все-все. Фабрики, все-все-все, они переходят. Самое смешное, что эти панели эффективно работают всего лишь 3-4 года, дальше деградируют, и толку от них никакого. Вот они узнают. Никакого. Да, 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 никакого. А тем более у них здесь в этом году, вот в этом году, потому что я, фабрика у меня была 2 месяца закрыта. Я вот с этим товарищем работал, ездил, мы ставили эти панели, все, фотоалтайку эту устанавливают, все. И что самое интересное, у них в этом году прошел град и прям побил все панели, блядь. Ну все везде побито. Особенно Феррара, вот же Ренатико, это где Болония, это вообще, там вообще, там, я не знаю, как полосой прошел, там он все побил. Мы столько панелей поменяли, я не знаю, это ужас тихий. Все панели разбиты, все, бля, панели просто побиты. Градом их просто попробивало насквозь, эти панели. Поэтому, конечно, тут дело такое. Не знаю, что будет дальше с Италией. В итоге был российский газ дешевый, было все нормально, а теперь они себе создали проблему. У нас итальянских товаров в Москве, я не представляю, сколько было. Постоянно получали поставки из Италии. Да, да, я знаю, у меня, у меня, у меня, у меня, мои дяди живут в Москве и работают на садоводе. И с ними разговаривал, они говорят, мы полностью отказались от Италии, полностью отказались от их продукции. Сейчас, говорит, свои фабрики пооткрывали многие, свое все шьют, берут лекалы вот этих фирменных вещей. И по этим филикалам шьют эти вещи, сейчас этим валом, говорит, нам не надо теперь в Италии. Они даже сейчас есть, есть даже мне предложили, почему с ними разговаривал, предложили, чтобы есть выход, чтобы возить на Москву эти вещи фирменные. А они отказались, говорят, да мы сами уже все шьем, нам оно не нужно. Уже дешевле и выгоднее так нам, потому что уже с Италией невыгодно нам так возить. Раньше самолетами все грузили, баулы вот это возили, а сейчас, говорит, невыгодно. Ну, сейчас здесь производство развивается активно очень в России. Очень много заводов строится. Мне то же самое сказали. Да, 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 да. И знаете, что еще в Италии плохо? Италия стала грязной в связи с этими приездами вот этими черными. Она просто становится грязной, 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 грязной. Потому что, учитывая то, какая Италия была раньше, сейчас она, ну, я не знаю, блин, я грязная становится, грязная, дороги убитые становятся. Меняется страна, меняется Италия. Учитывая то, что 20 лет, когда я назад приехал, я, конечно, был шокирован, как люди живут. Для меня было это, конечно, удивление большое. Ну, то, что я ездил вот этим летом домой, и то, что я видел в России, и то, что я вижу в Италии, я понимаю, что Россия от Италии шагнула, ну, скажем так, на 8 лет вперед. На 9 лет вперед. Италия как бы назад чуть-чуть ушла, потому что грязно, дороги раздали. Вот это все, вот оно, мусора столько. Люди просто, вы знаете, они мусорки сделали по карточкам. Вот чтобы выкинуть в мусорник, надо карточку прислонить, там выбивается твоя фамилия, и только тогда выкинешь. А многие не хотят уже этого дела, потому что официально ты платишь 100% за мусор. А за мусор в год ты должен платить 400 евро. Они просто этот мусор выкидывают на улице, и все, возле мусорника, вот так бросают, целые горы валяются, и все. Понимаете, в чем дело происходит? Кстати, вот знаешь, я слышал, наверное, Уралвагонзавод, Челябинск, да? Конечно, конечно. Знаешь, какие зарплаты сейчас у рабочих? Ну, нормально квалифицированы, там, токарь, фрезеровщик на этом заводе. Порядка 2000 евро. Это при уровне стоимости жизни в России. 2000 евро. Вот я особенно, когда говорю, там, приехавшими с Украины, там, которые работают с рабочанами где-нибудь в Чехии, в Польше, он говорит, я, говорит, получаю 1200 долларов. Я говорю, ну, чего ты скакал? За что стоял Майдан, чтобы ты здесь получал 1200, а в Челябинске рабочий получал 2000 евро? А, кстати, сколько рабочих получает в Италии? Я знаю, сколько рабочих получает в Италии. Я получаю, вот я получаю, у меня выходит 1800. При том, что я работаю восьмичасовое, и у меня обеда практически нету. Вот я работаю 1800, где 1900, это сейчас подняли. А до этого у меня было 1500. А сколько ты тратишь расходы у тебя, получается, в месяц? Вы имеете в виду на жилье, на это все, что ли? Ну, да-да-да-да, на жизнь. Ну, вот, да, вот если жилье мое, то я трачу мало на жилье. А там свет, вода, ну, там где-то у меня в месяц уходит, там, где-то 200-300 евро. А если жилье не мое, если я его снимаю в Акфито, а обычно здесь большинство снимает в Акфито, то сейчас жилье самое маленькое, это 500 евро в месяц, 500 евро. Если более хорошее жилье, то это где-то 700 евро. Вот, смотрите, 700 евро жилье плюс еще кондоминиум. Кондоминиум – это свет, газ, вода и уборка подъезда. Это еще, к этим 700 евро, это еще где-то евро, евро, где-то 300, это, короче, где-то штука будет, штука, 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 где-то даже 100 будет выходить. Вот это все будет стоить. Вот и все. Но фактически все уходит на коммуналку, на жилье, на прочее, практически на жизнь еще не остается. Совершенно верно. Раньше покушать хватало в месяц, там, на 50, на 100 евро купить, покушать, чтобы вот это все. А сейчас, сейчас, я вот ездил, вот когда, два дня назад, я покупал на 200, на две недели я купил на 260 евро. Вот две недели 260 евро в месяц у меня уходит где-то порядком 560, где-то 550 евро выходит в месяц покушать только. Так что творится с Европой? С такими динамиками Европа просто нищает прямо вот на глазах. Она, совершенно верно, она просто нищает, да. Вот большие города еще незаметно, вот где вот большой город. А если вот Милан взять, то бомжей столько появилось, что такого раньше никогда не было. Не было. Очень много бомжей и очень много всего происходит и убийства и всего. Но скажу так, что многие итальянцы тикают отсюда. Тикают где-то туда, в сторону Испании, где-то уезжают, где подешевле жизнь. А итальянцы привыкли к дешевой жизни, хорошей жизни. Они сейчас, многие выходят на пенсии, они уезжают, покупают себе там где-то в Испании, где-то там, где подешевле жизнь идет. Вот они туда уезжают, Мурсия, где-то туда едут. Слушай, до кого санкции-то были наложены? Такое ощущение, что на Европу. Вот. Да, да. Вот понимаете, они сами себе, скажем так, выстрелили в ногу. И они-то понимают, что вот на сегодняшний день Германия, это была самая европейско-передовая страна, Германия. На нее все равнялись, Италия, все. Сейчас Германия, скажем так, на одном уровне с Италией опустилась. У них инфляция идет. У них инфляция, если я, насколько я не ошибаюсь, в Италии инфляция где-то почти 12,5-13%. То же самое в Германии. В России, где, когда в России, допустим, она проводит СВО, идет, скажем так, там война, плюс отстраивает города, Крым строит. И у нее инфляция составляет 11%. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь, наоборот, они теряют. Такое ощущение, что кто-то решил уничтожить вообще нафиг европейскую экономику. Конечно, вы правильно заметили, это под названием Америка. Она уничтожает не только, она пытается ослабить Россию, но она еще ослабляет таким образом Европу, уничтожает Германию. Потому что Германия составляла проблему для Америки, для Америки тоже. Как бы они там не союзники, но Германия составляющая проблему для Америки. Вот и все. Таким образом, Америка убивает двух зайцев. Я просто сейчас думаю, что мы будем делать с Европой. Вот при такой ситуации, что доход уже в Россию рабочую становится больше, чем в Европе, что мы будем делать с Европой? Соответственно, сейчас там, получается, пойдут куча экономических кризисов внутри Европы, куча социальных проблем. Да, естественно, естественно. Хотите, я вам по-простому скажу. Вот я подъезжал, когда покупал арбузы и с итальянцем разговаривался. Он говорит, ты откуда? Я говорю, я с Россией. Он говорит, слушай, вот как хорошо было, когда с Россией работали. Я говорю, а что так? Я говорю, у вас же Европа кричит, что нахрен Россия. Я поля держал, выращивал дыни, арбузы. Я все отправлял на Россию. У меня весь экспорт и шел на Россию. Сейчас, сейчас я вынужден поднять здесь цены. У меня гниют здесь этот весь товар, гниет практически. Я только здесь внутри своей страны продаю, потому что другие страны тоже выращивают у себя в стране. А я, говорит, вот просто-напросто арбузы, эти дыни, они уже... Вот у нас, говорит, все отгружалась Россия. И чтобы вы понимали, раньше абрикосы здесь стоили, абрикосы здесь стоили, допустим, килограмм 5 евро, там 6 евро. А в этом году я подъехал, абрикос, абрикос, не абрикос, а черешня. Челледжи, челледжи. Килограмм черешни, чтобы вы понимали, 15 евро. 15 евро килограмм черешни. Почему вы такую цену подняли? Потому что большая часть черешни уходила крупной на Россию. А теперь Россия не берет, потому что санкции наложены. Они же сами наложили санкции, теперь отправить не могут. И эта черешня начинает длинить. И они у себя в стране продают ее по 15 евро, чтобы хоть как-то оправдать эти труды и рабочих и все остальное. Все. А раньше эта черешня стоила... А раньше эта черешня стоила килограмм 5 евро, 6 евро стоила. А сейчас цена немоверная, блядь. Трехкратные россыны? Я ее даже в этом году, серьезно говорю. Конечно, я даже в этом году, говорю серьезно, я ее даже не покупал, блядь. Вообще не покупал. Слушай, ну если так брать формально, то там инфляция вообще дикая должна быть. Ну вот я говорю, она выросла в 13 у них процентов. 13,5 где-то сейчас в Италии процентов инфляции, да. Есть такое дело. Ну вот у меня фабрика, я же говорю вам, фабрика второй раз закрывалась. Первый раз она закрылась на 2 месяца, когда ударила. И тогда Италия, государство платило по всей Италии за фабрики 13 миллиардов, чтобы спасти эти фабрики. И вот в третий раз, второй раз фабрика закрывалась у меня на 3 месяца уже. И мы все, вот так как у меня контракт, мы все сидели на интеграционе. Нам оплачивало государство, скажем так, я 1800 получаю, государство мне оплачивало 1400 где-то 400. Я получал по интеграционе, кассоинтеграционе. Поэтому я говорю, что вот если, допустим, чтобы в этом году закрыть фабрику, она не закроется, потому что она уже лимит свой исчезла. Уже все. Только может в следующем году закрыться там еще на месяц, на 2 месяца, на 3. И в этом году ей уже нельзя. Она исчерпала весь лимит. Фабрика своя. Вот такие вот проблемы в Италии, чтобы вы понимали. Она обанкротиться может в любой момент с такой ситуацией. Да. И знаете, я вас удивлю больше. Я выхожу с фабрики, у нас машины отгружались. А я подхожу, смотрю, сзади белорусские номера, а впереди польские. Я говорю, слушай, а ты откуда? Он говорит, я с Белоруссии. Он говорит, о, а ты что на русском говоришь? Я говорю, ну да. А я говорю, а куда грузишься? Он говорит, на Москву гружусь. Я говорю, как на Москву, я говорю, подожди, а санкции живем? Он говорит, я тебя умоляю, какие санкции? Я говорю, а что у тебя номер впереди польский, а сзади белорусский? А договоренность с Польшей, мы отгружаемся, идем через Польшу, заезжаем в Белоруссию, с Белоруссии едем на Россию. Все. Понимаете, в чем проблема? Вся продукция отгружается, все равно, что на Россию идет. Ну да. Не, ну вот европейское правительство там вообще шизель. Ты сейчас слышал, что российским туристам запрещено приезжать со своими смартфонами? Куда, в Европу? Да, 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 реально. В Европу со своими смартфонами не пускают из России. Я не понял, почему, но вот такой бред сейчас в Европе принят. Не слышал такого, не слышал. А, ну вот сейчас ввели, вот сейчас я пытаюсь понять, с какого перепуга они это придумали. Я знаю, что люди здесь были в Италии, там, допустим, Италия, еще где-то в других странах, которые были на машинах своих российских номерах, здесь ездили по Италии, еще где-то там. Я знаю, что они пересекали границы, допустим, ехали там через Полшу, Прибалтику, эти Прибалты, вот эти поляки, блядь, пшеки долбаные, забирали у них полностью все имущество, машины, все-все-все, вплоть даже до, да, забирали и шмотки у них все полностью. Представьте, это я знаю, это сто процентов было. Ой, допрыгаются европейцы с таким отношением. Причем самое смешное, кстати, они сейчас, так, Финляндия, по-моему, сказала, что все машины с российскими номерами должны уехать из Финляндии, иначе они их конфискуют. Не слышал эту новость? Да-да-да, да-да, слышал, слышал, да. Ну так самое смешное, сейчас в Европу, там, в Финляндию и прочее, вот на своих машинах поехали противники России, противники Путина. Те, кто поддерживал Европу и был за нее, понимаешь? Они своих сторонников сейчас накрывают. Я вообще не могу понять, что у них в мозгах происходит. А у них ничего не происходит в мозгах. Вы знаете, меня многое даже... Вы знаете, я даже, с одной стороны, рад, что это случилось. Я хоть заодно, хоть вся Россия увидела вот эти вот Пугачевы, Галкины, вот эти многие актеры, которые посматривались, которые себя фальшиво строили, что они любят эту Россию. Я хоть увидели своими глазами вот этих крыс, понимаете? Которые вот смотались при первой возможности. Новость о Горбинщикове слышал, который тоже там за хохлоп начал выступать. Вот. Показал свое лицо. Он отменил сейчас свои концерты на Украине, потому что ему начали поступать угрозы. Отопил за них. Потому что какие бы там они ни были, они нахрен не нужны той Украине, блядь. Они все равно же их будут считать русскими, как говорят они, москалями, блядь. Все равно же они будут их считать москалями. Поэтому вот все, что они сделали, я говорю, они для себя сделали вот выстрел в голову. Лучше бы они застрелились бы, серьезно говорю. Это как, знаете, вот эта актриса, актриса, извините, я вас перебил, актриса, которая вот этот фильм, как он, не физрук, а даже вот этот Нагиев меня разочаровал, тоже там такую несет гадость. Потом вот этот, как она, фильм этот вот этот был после физрука, блин, как же он называется, блин. Короче, мама, у нее сын Армянина и дочка, они там все, вот этот фильм, как же он назывался, и отец Алкаш. Как же он этот фильм, по России его крутили. По ТНТ, блядь, по ТНТ. Вот не подскажу, не смотрел. Ее все смотрели, оно комедийное такое, я еще смотрел, вот насколько мне нравилось это. Как же она называлась, блин, в голову вылетела. Да не суть. Короче говоря, вот сейчас я ее увидел два дня назад, ее интервью, что она где-то в Европе, и что многие украинцы ее встречают, фотографируются. И то, что она сказала, что Россия это тиран, и третий десятый, ее сейчас все поддерживают там, ее прям все, украинцы ее прям там с ней восхищаются. Я так посмотрел, вот смотрю на нее, мне жалко на нее смотреть. Вот серьезно говорю. Я говорю, вот это ты, и сам себе говорю, вот это ты вляпалась в жопу, блядь. А теперь ты, все, что у тебя там в России сделано, построено, вот просто-напросто лучше раздай кому-то, потому что ты уже туда не вернешься. Никогда. То же самое, что вот эти все вот это шобла их, блядь. Я говорю, разочаровали, конечно, конкретно. Кстати, пытаются вернуться. Пытаются, пытаются обратно вернуться, пытаются лезть, пытаются там с растерянными патриотами, пугливыми называть. Кстати, вот эта актриса, пускай она вот это самое, что Россия тиран, повторит вот этим итальянским рабочим с тех заводов, которые закрываются за отсутствие газа. Пускай она им скажет это. Да, да. Я же говорю, да, да. Я же говорю, это вообще хана. Я так посмотрел, думаю, что ты плетешь на. И главное, она за счет этого фильма в России же и поднялась. И думаю, вы же все от России так кормилися. А Зеленский где поднялся? В Зеленский. В Зеленский-то где? В России поднялся. Да. В КВН в России поднялся. Да, то же самое там же. Да даже простые украинцы, где они зарабатывали, ехали все в Россию зарабатывать. Все туда ехали. Знаете, ты фильм, где он Наполеона играл российский, не смотрел? А, смотрел, смотрел, да. Ну, так вот он на этом всем поднимался-то. Наполеончика играл еще в то время. Да, конечно. На этом он все поднимался. Потом он на этих сватах, сваты вот эти, он же поднялся на этих сватах. Где его смотрели эти сваты? В основном все смотрели в России-то. Все это все оттуда шло. Поэтому о чем там говорить? Я же говорю, что люди, короче, не помнят хорошее, они помнят только плохое. Я же говорю, вы за счет России многие построились. Вот у меня друзья в садовод, да, садовод, работают только лет. Так они говорят, он у нас на садоводе, столько украинцев с западной Украины сидят, работают. И дело в том, что они все, многие даже сидят, я не понимаю, почему сидят многие, пиздят, извините за ворожение, на украинском сидят, чисто пиздят. А в Украину ехать не хотят, блядь, сука. Вот этого я тоже не понимаю. Почему их не выс... Я нахуй выслал бы всех, блядь, с России, нахуй, на туда. Ну мы добрые. Мы очень добрые. Ну вот в этом вот то, что мы добрые, и многое мы за этой страдаем, если честно. Вот и все. У нас тут могут спокойно эти украинцы говорить, что Россия плохая и нехорошая внутри России. А представься, кто-нибудь сказал бы на Украине, что Украина плохая, Россия хорошая. Что бы от него осталось бы? Да уж куда, да уж куда, вы что, в России же нету свобода слова, в Украине же есть свобода слова. Вот именно, блядь, блядь. Дегенераты, блядь, сука, ёбка. Я понял, что в Европе свободы слова нету. Что в Европе нельзя многое сказать. Вообще нету. Вот нельзя, нету. Много болтать нельзя, это раз. А уж в Украине, то тем более, они, блядь, там много болтать нельзя. Вот это факт. И многие просто потекали оттуда. У меня здесь на фабрике работает украинец, я вам больше скажу. Его теща, я помню, в том году зимой я ее вез, она ехала здесь делать аспиталиту своему сыну, который там воевал уже два года. Чтобы вы понимали. И она, короче, ему сделала сюда аспиталиту и вывезла его сюда. Я говорю, подождите, а как же патриотизм Украина? Она говорит, сынок, патриотизм уже закончился в Украине, блядь. Я хочу, чтобы мое дитя жило, блядь. А чтобы не как мясо его убили. Вот и все. И вот он сейчас работает со мной на фабрике, чтобы не в мою смену, слава богу, потому что я бы его вот этими горшками там бы и убил бы, нахуй, блядь. Потому что поначалу он пришел, одел носки, а на носках написано, русский корабль пошел нахуй. Ну и нечаянно я его, блядь, как раз я его смену меняю. И нечаянно он мне сдавал смену, я нечаянно его там вот этими ламами железными ударил, блядь. Она присела, я ему тихо на ушко и сказал, я говорю, сними носки, потому что сжрать заставлю их, блядь. Понял нахуй? И все, он тихо-тихо и снял носки эти, нахуй, и больше их не носит. Все, а теперь тихо-тихо работает и все. Вот у них вот такой, у них закончился патриотизм. Уже еще с того года начал заканчиваться в Украине. Она сказала, все, я не хочу, чтобы мое дитя умерло. Я хочу, чтобы оно жило. Я говорю, а как же патриотизм? Какой, говорит, патриотизм? Его уже нету в Украине, этого патриотизма. Вот так вот. Тихо-тихо, она его вывезла и все. Ну, понятно, и все кончилось. И его носки тоже кончились. Да, и это западные Украины. Да, и это западные Украины люди. Кстати, а вот мне про Италию еще немножко интересно. Вот я помню, что Северная Италия как бы говорила, что она кормит Южную. Что сейчас вообще вот с такими понятиями, выражениями? Это правда. Северная Италия, они Южная и Северная, они ненавидят друг друга вообще. Потому что в основном с Южной Италии едут на Север заработать денег. В основном молодежь едет. В моей зоне, здесь в моей зоне открылся самый крупный Амазон. Самый крупный Амазон. Сюда со всего юга съезжаются сюда работать. Потому что на юге Италии зарплата до тысячи евро, не больше. Она не достигает там ни полторы, ни две тысячи, ни три тысячи, как здесь на Севере. А она всего лишь там тысячу евро. 800-1000 евро. Боданты, которые работают, я их называю, жопомойки. В основном Западная Украина здесь все. Вот и все. Россиянина я здесь ни одного не видел, чтобы здесь кто-то работал, мыл жопы. В основном россияне, вот я еще подрабатываю секуреция. Секуреция это охрана. Это обеспечение охраны дискотек всего. И я в основном вижу россиян сюда, которые приезжают, даже в этом году я видел очень много, с Питера, с Москвы, которые приезжали, просто отдыхали. У них здесь виллы свои купленные. Они здесь отдыхают, живут, как говорится, приезжают, отдохнули, уехали. А работают в основном здесь Западная вся Украина. Вот и все. Понятно. Кстати, они у нас здесь, когда работали в Москве, очень хорошо зарабатывали. До 5000 долларов, например, те, кто занимался верхолазными работами, получали западенцы. Естественно. Ну, пускай за полторы, за 1200 евро поработают в Европе. Поймут, что такое Москва. Они здесь за 1000 работают, 24 часа, чтобы вы понимали, на 7 они работают. У них выходной только в воскресенье. А все это время они сидят как в заперки с дедушками или с бабушками, работают и не вылазя. И работают за 1000, за 1200, за 1300 евро. Вот и все. Слушай, вот хочется у них спросить, а за что Майдан стоял? За что вот Майдан стоял? А вот жопы... Да, да, жопы мыть, жопы мыть. Учитывая то, что такие сейчас цены на Украине, они большинство все, вот я насколько по разговору слышал, они ноют, что им денег не хватает сейчас на Украине. Вот все, что они работают, они все отсылают своим внукам, детям, а денег не хватает. Раньше они работали, они строились, машины покупали, там вот как-то было лучше. А сейчас этих денег не хватает, ни на что. Многие с Украины посматривались, потекали. Я знаю, что здесь, я знаю одного украинца, с этого, с Черновцов. И он строил, купил здесь дом и строил. Понанимал вот этих, которые бежали оттуда, пацаны. Он их понанимал, они ему построили этот дом, скажем так, поштукатурили, утеплили. Так он их кинул на бабки, они сейчас где-то в Англию смотались. Так они его тут вычисляли, хотели его побить. Свои же, своего же, понимаешь? Вот они кидают тут, своих же кидают на бабки все. Они пользуются моментом, кидают и все. И даже больше скажу, извини секундочку, даже больше скажу. Он занимался еще гуманитаркой, беженцы сюда приезжали. Он их здесь распределял, снимал с них, брал по 200, по 300 евро. Плюс он отправлял гуманитарку туда, а там у него знакомые в магазинах, он распределял по магазинам и продавал даже там всю гуманитарку, чтобы ты понимал. Вот так они поступают со своими. Это я наслышу на них. Но знаешь, мне вот во всей этой ситуации, знаешь, что очень приятно? Раньше вот такие приезжали, творили черт знает что, и все их считали русскими. Вот их раньше считали русскими. А вот теперь Европа поймет, кто русский, кто не русский. Теперь они узнали, что такое хохол. Да, да. А то везде русские были. Вот теперь они поймут, что это такое. Ну, я с одной стороны рад, что мы разделились. Где русские понятия, а где хохол. Вот и пыль дальше идут. Я же говорю, у меня мама западной Украины, но прожив столько лет в Крыму, вот я ей задаю вопрос, вот скажи мне, вот ты жила при Украине и живешь сейчас. Где тебе лучше? Она говорит, слава богу, что мы сейчас живем при государстве. А тогда мы не жили, мы выживали, блядь, при разрухе. Вот и все. Человек уже с годами видит, где как и что. Все. Если пенсия ее составляла. Да, да, да. Ты представляешь, вот при развале, когда ушла Украина от Советского Союза, это была самая одна из богатейших республик Советского Союза. Как можно было за 30 лет превратить в то, что превратили? Я себе представить не могу. Но самая богатая была республика. Да, я вам больше скажу. Крым настолько был, когда передавали его Украине, настолько был насыщенный садами, виноградниками, винами. Все было, у нас все функционировало. Заводы функционировали, у нас все. У нас свое масло подсолнечное выпускали, у нас закатки были, соки свои делали, все. Поселки в этом. Даже кожаный цех, куртки кожаные на то время делали. Для кожаных курток. Блядь, я вам серьезно говорю, все уничтожили. У нас триермы были, кролятни, вот эти все кролей выращивали, все. Людям все было, работа все была. Уничтожили все. Я помню, по своей улице выбегал, через дорогу бежал, в сады шли слива, черешня, персик, абрикоса, яблоко, груша. Мы лазили туда пацанами, рвали. Все было. Объедение было. Винограды висели такие громкие, по килограмму. Бычий глаз, дамский пальчик. Все. Все шло на Россию, туда, везде шло оно. Сейчас вот за 26 лет уничтожили все в Крыму. Все. От слова все. Заводы развалили. Все поразвалили. Безработица. Вот это все нищета. Сейчас Россия все постепенно восстанавливает. Сады возвращает. Все-все-все восстанавливает. Вот едете от САК, да, САКе, из Симферополя, 50 километров. Вот из этих 50, 30, 35 километров едешь. Одни сады, 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 сады идут. За 10 лет понасадили столько садов. Сады, 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 сады. Возвращает то, что было раньше. Вот именно сады вот эти. А что мы при Украине? Нас Украина перевела. Один рис выращивали, блядь, в этом Крыму. Все. Рис, блядь. Как будто мы, блядь, вот такие узкоглазые. Я не понимаю, блядь. Один рис выращивали. Больше нихрена. И курорт был, блядь, летом. Все. Больше ничего не было. А сейчас, конечно, все возвращается. Поля засаживаются. Все засаживается. При Украине у нас полей столько было заброшенных. Вот едешь, и прям душа обливается, потому что всегда было все засажено. А сейчас, конечно, все засаживают. Каждый кусочек стараются засаживать. Да я помню, табачное я вот заезжал, во что его превратили. Вообще многие места. А Бахчисарайский персик, это же какая вещь была. И то все начали губить, губить и губить. Конечно. Да, да, да. Да, да, да. А под Симферополем, между Симферополем, я не помню, где там, этот, лавандовые поля, где там завод стоял, там лавандовое масло делали, мыло, шампуни, все делали для этого. А сейчас лаванд, смотри, как поднимают. Сколько сейчас лавандовых полей в Крыму стало. Да, да, даже завод восстановили этот, завод даже восстановили. А все, что уничтожили, бля, были при Украине. А виноделов сколько сейчас развелось? Винодел, да, восстанавливают, виноградники засаживают. Все, я еще помню школьные годы, я когда учился, когда мы только перешли в этот СССР, вошли в Украину, как, я помню, в Крыму сколько забастовок делали люди, не хотели. Кто их там слушал? Их же никто не слушал. Просто перевели все, никто никого не спросил. Как я помню, со школьных годов мы учились, нам месяц давали, месяц-полтора мы на уборки ездили, потому что надо было сады убрать, виноградники, арбузы, дыни, помидоры. Мы работали все на полях, все школы работали на полях, потому что людей не хватало, рук не хватало. А потом это все ушло, прекратилось, все исчезло, все, уничтожилось. Естественно, смотришь на это все, думаешь, охренеть, бля. Кстати, ты из Крыма не привозил крымских вин, не угощал итальянцам, не тесно их мнение, как они пробовали его? Нет, вы знаете, я вина не возил, но у меня покойный материн брат в Ялте тоже как бы там вино делал, считал, что у него хорошее вино. А когда приезжал до родителя, у меня отец, у него свои виноградники, у него где-то сейчас 150-200 деревьев с сада своего. Вот. И там виноградники у него, там где-то пролетов у него, наверное, где-то 9-10 пролетов у него виноградника. Ну и, короче говоря, он занимается курицей, плюс еще немножко вот этими фруктами с садами. И он приехал, как-то привез вино, говорит, на, попробуй. Ну, попробовал, отец говорит, слушай, а что это за кислятина у тебя такая? Он говорит, ты чего, говорит, обалдел, говорит, меня все хвалят. Ну, отец пошел в подвале в погребе, там литров 300-400 стояло у него остаток. Он пошел, набрал ему, говорит, на, пробуй. Он выпил такой, встал спокойно, пошел в свою банку, вылил эту 5 литров, блядь, вина и сказал, говорит, а теперь будешь делать только ты мне вино. Я, говорит, делаю, я теперь понял, что я, говорит, в этом профан, блядь, в этом вине. Вот с тех пор, пока он был живой, отец всегда делал для него вино. Делал всегда, он заказывал по 150, по 100 литров делал вина ему, всегда. Вино очень в Крыму хорошее, да, очень есть хорошее вино. Не спорю, домашнее, особенно вино, это вообще. Ну, у нас всегда, вот, у моих родителей всегда в погребе, всегда литров 200, всегда есть стоит вина. 200, там, 150 литров, всегда вино есть. Да, крымское вино, это, конечно, отдельный тима. Да, он делает для продажи, он на рынке продает, у него все, что вот он до Нового года все разлетается, он все продает. Ну, и оставляет для себя литров, там, 200, 150, оставляет, там, то брат приедет, то еще родственники, он там угостит кому-то, там, 5 литров, кому 10 литров даст. Ну, такое, так, для родственников держит, для себя дает. Может, фиг с этой итальянской пенсии, может, тебе пора обратно возвращаться? Дел много, работы много. Так вот, я хочу доработать хотя бы до этой пенсии, и потом эту пенсию перевезти туда, в Россию, уехать, и все. А сколько тебе осталось до конца? Ой, мне еще осталось, еще лет, наверное, где-то 15 где-то. Слушай, ты хочешь сказать, что при таких тенденциях за 15 лет что-то от Италии останется? Нет, я ничего не хочу сказать. Дело в том, что если даже я уеду раньше, да, пенсия будет у меня там небольшая тогда, но где-то, если по российским меркам, у меня где-то будет пенсия где-то 80 тысяч, где-то по российским меркам будет, если я уеду раньше. Ну, если уеду, значит уеду, значит будет там 80-60 тысяч пенсия будет. Ну, значит, пусть будет так. Я могу уехать и раньше уйти на пенсию Я могу подать заявление Сказать, что я уезжаю и выйти раньше на пенсию И мне эти Вот эта составляющая Я привезу документы все в Россию И то, что я работал Все это было у меня И переведу эту пенсию на Россию И все И в России мне уже будут оплачивать эту пенсию Вот и все Понятно, что у нас тут сейчас видишь Какие дела творятся Сейчас вот по всей России Активно идут строительства Активно строят заводы Все поднимается Крым, как ты видишь, уже поднимается Да, да, да А с Европой говоришь Я не слышу, чтобы они там что-то строили У них даже Мерседес, БМВ Убегает в Америку С чем Европа сейчас останется? У них уже убежал Уже убежал Уже перевели Мерседес и БМВ В Америку, уже перевели И что они будут делать с теми рабочими Которые там работали? Ой, я не знаю Останутся без работы люди Вот в Германии именно останутся без работы Чтобы вы понимали Это сто процентов Италия Вот я что из итальянского помню Шло к нам активно Сковородки Утюги Гладильные доски Про пищевые продукты я вообще молчу Вот И теперь все это не едет сюда Ну, вы понимаете Подскочила А масло, которое подсолнечное Стоило, допустим, 65 копеек Или там 70 копеек Оно здесь сразу подскочило Стоило по 2-3 евро И его выдавали на руки Только одна бутылка На человека Вот и все Это было здесь такое время Что здесь было Выдавали Даже муку выдавали Здесь на руки Человеку По 2 упаковки Муки давали Учитывая то, что здесь Очень много мусульман Этих с Марокко Вот эти, Маракеш И вот это все Они же очень много берут муки И сами делают себе лепешки Они берут вообще муки По 20 упаковок По 30 упаковок А им выдавали на человека По 2 упаковки на руки Вот и все У них же здесь все поднялся Хлеб Все Вот допустим Который хлеб я брал Он стоил там, допустим Евро там Или 89 чинтезимов А сейчас он стоит Этот хлеб 4 евро 5 евро Килограмм Слушай, вот знаешь Вот что смешно Когда началось СВО Там хохлы Вовсю кричали Что вот сейчас На Россию наложат санкции У вас там все будет По талонам Пустые магазины И прочее По-моему Они перепутали страны Такое ощущение Что они вот Да, они перепутали Да Они перепутали И я говорю сразу Что многие Начали хопать здесь Покупать и сахар И муку Раскупать Вот это здесь Все Прямо Даже воду Расхватывали Здесь даже воды В одно время Не хватало Просто-напросто Ажиотаж такой пошел Что я говорю Это масло Начали покупать Литрами А вот сейчас масло Допустим Оливковое Стоит масло Допустим Сейчас 6 евро А хорошее масло Вот оливковое 6-7 евро стоит Когда оно стоило В России В России Но дешевле 2 евро Да-да-да Я же говорю В России Многие вещи дешевле Что здесь Намного Это все дороже стоит Я же говорю Намного Намного Я даже Я даже уже не знаю Где Где дешевле А где будет Дорога Мне кажется В Европе уже Дороже намного Это все Чем в России Вот и все Только кому Они сделали плохо Я не знаю Здесь самый дорогой Продукт Это рыба Рыба Это самый дорогой Здесь продукт Когда это Самый дешевый Был продукт Здесь Самый дешевый Самый дешевый Был Чего-чего А вот рыбы Я здесь объелся Здесь Самая дешевая Была рыба Особенно Вот эта красная Рыба Она же была дешевая А сейчас Она килограмм Сейчас я вам скажу Килограмм Стоит 28 евро Красной рыбы Так Так У нас Он наверное Стоит Могу не точно Сказать Но наверное 7 евро 7 евро Да Ну вот Видите Насколько дешевле А здесь 28 евро 28 евро 28 евро Вот и все Так как я занимался Занимаясь спортом Я всегда брал Красную рыбу Вот эти тушки Я брал И ее на пару Делал И ел А сейчас 28 евро Килограмм Сейчас Очень Дорогое удовольствие Скажем так Я уже говорю Я уже не говорю За эту ангвилу Которая Или бокала Которая стоила Бокала Там 20 евро Там 18 евро Там она раньше Была стоила А сейчас Она стоит 55 евро 65 евро Килограмм Килограмм Бокалы стоит Килограмм Бля 65 евро Ее даже Она сейчас Ее раньше Была массово Везде Такая сушеная Такая дубовая рыба Ее надо размачивать Ее делают С пастой С макароном Очень вкусно Очень прям вкусно Чего-чего У итальянцев Кухня конечно Очень хорошая А сейчас Она исчезла Ее там Где-то Где-то Там продают В таких упаковочках Порезанная Кусочками Там размочил Для себя чуть И все А раньше Брали Итальянцы По 2-3 штуки Рыбы этой брали Прям пластами Такими брали А сейчас Попробуй возьми Одна рыба Килограмма 65 евро стоит Попробуй возьми Сейчас не возьмешь Так Нет Я помню Как вся европейская Пропаганда Пыталась Доказывать Что во всем этом Виновата Россия Ага Россия Они сами Я же говорю Себе Геморрой Такое сделали Они уже не рады Я даже Бакалу эту беру Готовую уже Есть в супермаркете Она раньше стоила Там копейки И толком-то Ее там В основном брали Сами итальянцы Готовили А сейчас Готовую Купить ее Она стоит 37 евро Килограмм Готовая Ее берешь Там грамм К 100 200 Это выходит Где-то на евро 8 тебе Итальянцы уже Опа Ага Нифига себе 8 евро Слышишь Там 100 грамм Это на раз Там покушать Для семьи И то На хлебушек Намажут ее И все Я же говорю Это дорогое удовольствие Уже стало В конце концов Поэтому Какой-то Постапокалипсис Да-да-да-да Слушайте Раньше пиво-то стоило У них 20 чентезимов Баночка пива Это 20 копеек Спило там 10 Самая дешевая 10 копеек А сейчас Самая дешевая Баночка пива 3 евро 2 евро Конечно У них тут цены Они уже так Губу сильно Не раскатаешь Так что Че тут говорить Блин По-моему Понятно За что За то Чтобы Европа Превратилась в Украину Вот она Евроинтеграция Это когда Европа Интегрируется В Украину И разваливается Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да учитывая то, что я спортом занимаюсь еще периодически. Я раньше за палестры, допустим, в день платил 30 евро, 25 евро. А сейчас 65 евро в день, а то и 70, есть палестры. И я отказался от этих спортзалов. Я имею в виду это палестры, это спортзалы. Это спортзалы. Потому что у меня в месяц выходит платить за спортзал 1000 евро. Да нафиг оно мне это надо. Тысяча? Я отказался сразу. Тысяча евро, да. У нас спортзал, в месяц такой абонемент, 2500, это сколько же евро-то будет? Ух, сейчас не вспомню. 2500 рублей. Так, евро это у нас... В месяц я платил за спортзал 75 евро. 25 евро, наверное. В месяц. Ну вот 25 евро, это куда ни шло, это когда-то раньше я занимался, ходил, это в месяц выходило 25 евро. А сейчас 80 евро в месяц. А зарплаты те же? За год у тебя вылазит, а зарплаты те же. Спортзалы растут, а зарплаты все те же. И нихрена не увеличиваются. Вот и все. Вот и многие люди отказываются от чего-то. Вот и вся теорема. Вот такие дела. Ладенька, вам добра. Вам так же. Все наилучше, Роэл. И возвращайтесь обратно, тут лучше будет. Счастливо. Спасибо. Там мне уже тоже родители говорят. Всего хорошего вам. Берегите себя. Все хорошего. Счастливо. Берегите себя.